В процессе этого действия вы не будете дышать, вы не будете вдыхать воздух и не будете выдыхать воздух. Важно, чтобы вам было комфортно, важно, чтобы вы чувствовали каждый момент этого упражнения. Эта практика поглощает мое внимание целиком, мне хочется продолжать, мне хочется забыть про камеру. Здравствуйте, друзья и коллеги, я Станислав Чернонок, автор и создатель школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы записываем долгожданное видео по технике помпа. Тот, кто смотрел наше видео про важность диафрагмы, давно ожидает, когда же мы, наконец, запишем дыхательную практику под названием помпа. В чем суть этой практики? Она заключается в том, что мы учимся изолированно напрягать диафрагму. Мы учимся ее изолированно напрягать и изолированно расслаблять. Я буду вам сейчас буквально показывать, как я это делаю в своей повседневной жизни. Рекомендую вам повторять за мной. Количество повторений для меня и для вас не обязательно должно совпадать, поэтому выбирайте то количество повторений, которое будет комфортно и максимально полезно именно для вас. Сигналы вашего организма позволят вам внятно понять, сколько повторений вам делать. По наблюдению действия за этой техникой на своих пациентов, я с уверенностью могу сказать, что практически все, кто ее практикует более-менее регулярно, получают улучшение самочувствия. Причем она действует на абсолютно разных людей, с абсолютно разными заболеваниями. Практически все чувствуют улучшение. С чем связан такой эффект? Дело в том, что диафрагма занимает центральное положение в нашем теле. Диографический центр нашего тела – это живот и диафрагма. Диафрагма – главная дыхательная мышца. Несмотря на то, что она имеет незначительный объем по массе мышечных волокон, она имеет определяющее положение для нашего здоровья. Диафрагма влияет, во-первых, в силу того, что это дыхательная мышца, на всю дыхательную систему. Как вы знаете, дыхание – это жизнь. Во-вторых, диафрагма имеет огромное влияние на органы брюшной полости. В тот момент, когда диафрагма напрягается, она дренирует органы брюшной полости, а когда расслабляется, то она позволяет свежей крови, свежей жидкости зайти в наш организм. Кроме того, диафрагма имеет огромное влияние на лимфатическую систему. Всё, что связано с отёками, всё, что связано с аллергическими реакциями, всё, что связано с избыточным весом, также завязано на диафрагму. Кроме того, эмоциональные центры, реализация желаний, иннервация нижних конечностей, кровообращение, варикозное расширение вен, гинекология, урология – всё это чрезвычайно плотно завязано на диафрагму. Кроме того, состояние диафрагмы влияет на мозговое кровообращение. Это центральный орган, работа с которым будет полезна практически для всех систем вашего организма, для каждой конкретно и для всего организма в целом. И я вам предлагаю простую внятную технику, которая позволяет улучшить функционирование этого органа. Она не потребует от вас большого количества времени, большого количества усилий. Как всегда, мы все техники выполняем бережно по отношению к себе, не рвёмся к каким-то целям, не стремимся получить пятёрку неизвестно перед лицом кого. Работаем на себя. Ваш главный человек в момент исполнения этой практики – это вы. Важно, чтобы вам было комфортно. Важно, чтобы вы чувствовали каждый момент этого упражнения. Важно, чтобы вы получили удовольствие и чувствовали себя хорошо после этой практики. Как она исполняется? Для начала вы должны понимать, что её можно исполнять и сидя, и лёжа, и стоя, практически в любом положении. Рекомендую вам начинать эту практику делать из положения лёжа, потому что это самый лёгкий и безопасный способ. Вы должны вдохнуть и выдохнуть, оставив при этом в лёгких небольшое количество воздуха. После того, как вы выдохнули, ваша задача – задержать дыхание. То есть, на протяжении практики вы не будете дышать. Вы не будете ни вдыхать, ни выдыхать. Вы будете задерживать то количество воздуха, которое есть у вас в лёгких. При этом вы будете выполнять движения, которые совершаются вами, вашим организмом, в тот момент, когда вы вдыхаете, и в тот момент, когда вы выдыхаете. В момент вдоха ваша диафрагма, естественно, нормально, должна напрячься и втянуть, как поршень, воздух в ваши лёгкие. В момент напряжения диафрагма мышцы живота должны расслабиться, и живот до некоторой степени должен увеличиться в объёме и надуться. Фаза выдоха соответствует фазе расслабления диафрагмы и втягивания живота. Фактически, на вдохе вы напрягаете диафрагму и расслабляете живот. На выдохе вы расслабляете диафрагму и напрягаете мышцы брюшной стенки. Мы будем делать всё то же самое, только в процессе этого действия вы не будете дышать. Вы не будете вдыхать воздух и не будете выдыхать воздух. Важным моментом в исполнении этой практики будет понимание того, что задержка должна быть для вас комфортной. Некоторые люди комфортно выдерживают длительные задержки. И фаза надувания и втягивания живота может продолжаться 5, 10, 15, 20 циклов. Рекомендованное количество повторений втягивания и надувания – это порядка 8 втягиваний и надуваний за один дыхательный цикл. При этом никто вас не ограничивает по количеству втягиваний и надуваний. Вы можете делать 2-3 втягивания и надувания, если вам это комфортно. А можете делать 20 втягиваний и надуваний, если вам это комфортно. Я вам покажу упражнение в стандартной форме, когда темп втягивания и надувания средний. Вы должны понимать, что мы можем выполнять то же самое упражнение медленно, предельно концентрируясь на каждой фазе втягивания и надувания, следя за тем, как надувается и втягивается ваш живот в каждой фазе этого движения, как работают разные мускулы, и можем втягивать живот быстро за счет циклического отскока напряжения и расслабления, делая это как быструю циклическую практику. Разновидности этой практики, если вам интересно посмотреть более глубоко, смотрите в разделе спонсорства на нашем канале. Ну что ж, хватит разговоров, давайте приступим буквально к практике. Итак, поехали. Я рекомендую вам расположиться на спине, рекомендую согнуть вам ноги в коленях, выставить внимательно и старательно стопы таким образом, чтобы вам было комфортно, чтобы положение ног вас вообще не отвлекало. Это важно для того, чтобы разгрузить поясницу. Диафрагма в большой степени сопряжена с мышцами поясницы, с поясничной мышцей, квадратной мышцей поясницы и поперечной мышцей живота. Мы стремимся максимально расслабить и разгрузить эти мышцы, и это делаем за счет сгибания ног в коленях и в бедрах. Важным моментом является количество воздуха, которое будет у вас в грудной клетке в момент, когда вы совершите задержку. Я настоятельно не рекомендую вам иметь большое количество воздуха в легких в тот момент, когда вы будете выполнять помпу, особенно на первых этапах выполнения этой практики. Дело в том, что если у вас будет много воздуха в легких, это чревато повышением артериального давления. Мы пережимаем аорту, тело стремится пропихнуть кровь сквозь зажатую диафрагму и таким образом повышает артериальное давление. Будьте с этим крайне аккуратны. Во-вторых, будьте аккуратны с небольшим количеством воздуха внутри ваших легких, потому что в тот момент, когда вы на небольшом количестве воздуха в легких надуваете живот, вы отделяете легкие от плевры, и таким образом это полезный процесс. Но если он будет проходить слишком быстро и интенсивно, у вас могут быть неприятные ощущения по легким на протяжении некоторого времени, и это чревато эмоциональной неустойчивостью. Сейчас я совершу полный глубокий вдох, потом совершу половинный выдох, сделаю задержку. Я не буду с вами разговаривать, потому что выполнение задержки не совмещается с разговорами. Я буду демонстрировать следующим образом. В момент вдоха я подниму палец, в момент выдоха я расслаблю руку, в момент задержки я сожму кулак, чтобы вы понимали, что я нахожусь на задержке, и выполняю движение в рамках практика помпа. Итак, давайте поработаем. И в какой-то момент выдыхаем, обратите внимание, как поменялся мой голос после того, как я сделал эту практику, голос опустился ниже. В момент того, как я работал, я прямо чувствовал, как у меня ставится на место шейный отдел позвоночника. Шея и диафрагма чрезвычайно плотно связаны. Пережидаем на некоторое время, пока я говорю. Опять выполняем вдох. Вдох, выдох, задержка. И вдыхаем, и выдыхаем, расслабляемся. Обратите внимание, у некоторых из вас начнется интенсивное бурление по тишечнику. Кто-то из вас испытает эмоциональные перепады. Это нормально. Напишите нам в комментариях, если с вами происходило что-то подобное. Нам будет очень интересно это узнать. И заходим на третий цикл. И четвертый, третий, четвертый, пятый цикл я сделаю без перерыва. И заходим на третий цикл. 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 До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.